Смотришь на вас и аж сердце щемит. А щемит прежде всего потому, что вы это сама жизнь. Вы начинаете с первого дня в этом роддоме и на протяжении всей жизни вы практически ведете каждого человека. Вы проповедуете, как вот эти дети, все самое лучшее. С утра делай зарядку, не выпивай, не курай, не бегай. Не-не-не-не-не-не. Потом находитесь что-то там внутри и скажет, давайте будем вырежем, оно оказывается ненужное. Без всего можно и прожить. Но если по большому счету, то запах медикаментов я питал, наверное, первый день в своей жизни, потому что мама меня всю жизнь проработала в аптеке. Поэтому этого запаха лекарства, мне кажется, я на всю жизнь у себя и ухраню до последнего момента. Самое, мне кажется, все равно уважаемое, самое нужное действительно профессия – это врачей. Как бы кто-то там ни говорил. Хотя я уважаю учителей, потому что это тоже связаны. А вообще, наверное, все специальности у них хороши. Но вот ваша специальность, она действительно самая дорогая, золотая. Знаете, и я счастлив, вот честное слово, по большому счету, что вот в Красном Лимании, именно в Красном Лимании, вот эта плеяда врачей, она проявила себя по-особенному. Тех главных врачей, которые были здесь, наверное, я не знаю, в Донецкой области есть ли герой социалистического труда главных врачей. Не было, да, наверное. Но главный врач, он в больнице противополит. А сельских его, наверное, врачей, главных врачей, нигде никого не было. И вот, наверное, он дал этот толчок, толчок тому, что вот у нас действительно золотые главные врачи. А благодаря им и, наверное, и плеяда всех ее врачей. Может, я всех до конца не помню, но я прекрасно Арика помню, прекрасно, Лариса Афанасьевна с кем, с которой мы очень большущий объем работ сделали и сегодня со Светланой. Я бы скажу, что наш действительно врачебный корпус преобразился. И мне было позавчера, особенно приятно, когда Верховная Рада, комитет Верховной Рады был в Донецкой области единственному. Двое человек всего выступило. Это Петряева выступила, Думанский выступил, ректор Мединститута. И Светлана наша выступила. То есть, троим всего дали слово. И, в конце концов, Богатырева заявила, что Краснолиманское здравоохранение самое лучшее в области. И они все, я кратил их хлопать, и начали делать. Потому что, действительно, благодаря всем, мы за последние годы, особенно за последние 3-4 года, когда и Сергей Петрович, и когда Андрей Петрович Клюев, и именно наши боги стали депутатами Верховной Рады. И те деньги, которые они помогли, или мы совместно пробили эти деньги. Мы, действительно, 30% всех этих денег, которые мы получали, мы пускали на больницы. И на сегодняшний день из 19 папок, мы сегодня 15 практически сделали евро папы, которые люди приезжают и действительно удивляются, неужели в таких условиях действительно могут люди наши работать. Мы практически полностью, все машины новые дали, там, 1-2, я думаю, даже 1, все новые машины получили. То есть мы создаем условия. Мы единственные, вот если на сегодняшний день 25 человек учатся по области за счет бюджета, то за счет Краснолиманского бюджета учатся 17 человек. И в этом, я думаю, еще 4-5-5 человек посылаем на учебу. Как бы нам тяжело не было сегодня по бюджету, но я прекрасно это понял, может, а было еще раньше, может, это даже понять, что только свои, только свои, своя детвора, которая учится за счет бюджета, которая получает стипендию за счет бюджета, она возвратится сюда, мы ей дадим, тут им дадим квартиры, и они тут будут жить. Будут жить, они тут ее будут работать. Потому что, ну, тяжело действительно. Обеспечено сегодня кадрами 43% потребности. Братцы мои, что смеетесь? А кто же будет лечить? Из этих даже 43% в нашей больнице примерно 30% это пенсионеры. В ЖД больнице все 60% у пенсионеров. И если сегодня не придут молодые кадры, если не придут люди с новым направлением, можно так сказать, с новыми знаниями, то действительно это будет тяжело. Каждый врач по-своему. Один скажет, мы вырежем, а другой, а зачем ее резать? Тут ее и лечить запросто можно. Понимаете? Поэтому наука так сегодня быстро двинулась вперед. Кто ее когда предполагал, что мы можем сидеть сегодня в кабинете ЦРБ и консультироваться практически со всей Украиной, со всеми странами, консультацию по любому операции. Врач ее делает операцию, сразу же консультация идет, что правильно, что неправильно. Видеокамеры стоят направленные, никаких вопросов проблем нет. Я думаю, что в ближайшее время мы завершим вот тот комплекс его работ, который должно быть по-нормальному. Вот в этом году мы сейчас делаем великолепнейшую терапию под Евро. Чудо сделаем. Мы сделаем первичку. В этом году первый этап. Великолепнейшее здание. Мы в этом году продолжим реконструкцию ряд наших фапов. Еще поселок. Чтобы в следующий год поставить точки на 1, завершить 100% реконструкцию нашего заведения. 100%. Мы в этом году 5 квартир отдаем врачам. 5 квартир приглашаем снова дополнительных врачей. То есть мы постараемся ее сделать с нашей стороны все, что можно. С вашей стороны мы единственное ждем. Чтобы люди вам постоянно говорили спасибо. Чтобы как оно тяжело ее не было. Вчера тоже поднимали мы позавчера ее вопрос. Ну, есть сегодня такие болезни, которые практически весь бюджет, который у нас есть, идут только на проплату. Вот как гемониализм, то само собой, а тогда что-то... А, тоже, да? Вот по поводу. 350 тысяч. Ей надо, чтобы человек жил. То есть постоянно, каждый день принимать лекарства. 350 тысяч. У нас бюджет его 150 тысяч на первичку. А так, в общем, 600 тысяч. А почти даем вот такое количество. Поэтому я еще раз повторяю. Мы сделаем все. В заключении хотел бы сказать большое спасибо. Прежде всего, спасибо нашим ветеранам. Вот те, которые в тяжелейших условиях, а это было действительно тяжелейших условиях, и после войны, вот рассказывают, 50 лет практически стояла одна больничка, вокруг ничего не было. Он будет, наверное, показывать тут его. А сегодня действительно стоит красавица. Кто не приезжает, и тот же сад, который вы своими руками, и те же самые розы, которые вокруг посажены. И, ну, и сам, само вид нашей больнички действительно внушает уважение. Я вчера, позавчера был в Геннадьево в больнице. Ну, маленькая, страшненькая. Хотя Геннадьево, она должна быть хорошая очень. Но по сравнению с нами, конечно, не то. Поэтому я хотел еще раз повторять свое спасибо большущим всем ветеранам. Я вот убежал, и Лариса Афанасьевна спасила, что пришла, и бородавки с моего сидят, и многие, кто тут только не сидит, те люди, с которыми на протяжении этой всей жизни я встречался. Спасибо. 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 Спасибо.